То ты команду Wings, которой ты как раз-таки борешься за вот эту четвертую строчку, ты никак ее не догоняешь. Na'Vi здесь необходима только победа 2-0. И нужно стараться, я думаю, все мы, включая меня, все равно болеть будем за Na'Vi. 7-7 все-таки, мне кажется, можно зацепиться за переигровочки, даже если одну карту. 7-7 может быть у тех же ребят из Alliance, которые играют сейчас против Escape Gaming, и потом против Evil Geniuses. Велика вероятность, что у них будет 7-7 по итогам сегодняшнего игрового дня. У Alliance лучшая ситуация, они играют против Escape Gaming, это, наверное, одна из 16 команд. Ну, наверное, есть 15 команд, и есть Escape Gaming, это, наверное, главные аутсайдеры, которые пока ничего не показывают. Да, но у них сейчас 5-5, после Escape будет, ну, допустим, 7-5, но с ЕГЭТа. Вот это очень тяжело. Лучше так, Ваня, не говорить, потому что это европейское дерби, и... Они друг с другом 10 лет играют. С Сандер Эм там против ребят из Европы, он, в принципе, частенько справляется с грандами. Я был уверен, что Na'Vi, на самом деле, настроены на битрайдера, когда в первой стадии забанили Оракла, но вот они взяли Виспа вот живого-то. Na'Vi отдали в какой-то веке Виспа. Виспс и Сэм Кинг, как они там играли? А Винкс, простите, что я вас перебью, будучи не аналитиком, но Винкс никогда за весь этот турнир не боялись отдавать Виспа. Они отдавали Виспа всем. Они отдавали Виспа Evil Geniuses дважды, они отдавали Виспа Alliance, и сейчас они отдают... То есть те команды, которые реально играют с Виспом, которые кажутся, ну вот против них надо банить Виспа, потому что они с ним вытворяют что-то невероятное, просто забирайте, жрать в Богу. Китайские коллективы уже несколько лет вот так вот всем отдают Виспа, а потом порой не знают, что с этим Виспом делать. Нет, ну есть команды, на самом деле, которым... Ну, Виспы — это как обычные герои, то есть им комфортно против него играть, они знают, что с этим делать. Есть команды, которые против Виспа вообще ничего не сделать, то есть кому-кому удобно. Я удивлен в бане Титана от Винкс, потому что Нави, по-моему, ни разу его не брали вообще, на моей памяти. Не брали, но могут. Нави продолжает свою... Не знаю, Винкс смотрели, как они играли на Старладдере, там эти два героя заезжали регулярно. Они были в бане весь вчерашний день против Нави в первой стадии. А тут Винкс, не знаю, может быть, они решили контроль найти, может, они не боятся как раз. То в Испании боятся и Сен-Кинг для них тоже, там не особо какой-то страшный персонаж, можно их спокойно контрить. Да и нужно их контрить, в принципе. Но, я думаю, Нави, если с этими героями сыграет так же, как на Старладдере, в свою доту, неплохие шансы на этой карте. Но Винкс агрессивный пик пока. Очень. Очень агрессивный. Для контроля по карте. Когда Баунт Хантер есть, всегда агрессия идет. Вторая стадия банов у нас начинается, отправляется Тинкер туда. Ну вот Нави порешили показать свою заготовку в виде Сен-Кинга, действительно, которыми они играли последние турниры. Выходило у них очень хорошо. Самое главное, что это может быть Сен-Кинга как и для Генерала, так и для Дэнди. Очень вариативный на данный момент выбор героя. Ну, это смотреть надо, что уже в миддл пойдет у Винксов. Ну да. Висмастер уже вряд ли будет лесной. Четвертая позиция с Баунти Хантером, наверное, такая себе идея. Создаешь линии без саппорта. Мне очень нравится китайские коллективы, что они вспоминают Вайпера. Это один из самых мощнейших вообще таких танков, которые есть. Он только против Хускара вот они его вспоминают. Нет, этот герой очень, на самом деле, перевернуть может все. Кстати, Хускара не забанили Винкс, несмотря на то, что у Нави уже есть Висп. И они очень любят этого Хускара сами. И у Винкс пока не самые сильные герои, так сказать, чтобы его убивать. Может быть, Винкс найдут какую-то контру для этого Хускара, кроме Вайпера. Может, у них есть какой-то план? Например, Чаус Найт. Шадо Демон отправляется. Бан у нас от команды Нави. Интересный бан в любом случае. Сложно предугадать, на самом деле. Тут команды такой распик проводят. Они сидели вчера, мне кажется, всю ночь. Готовились с тренерами, со статистами. Некто с кем. Нави даже некоторые статсмены других команд помогали против. Для Винкс, по сути, этот матч, если они его выигрывают, или даже, может быть, одну карту, как Артур сказал, то, скорее всего, это гарантия выхода в верхнюю сетку. 7-4. Не то, что гарантия. Им достаточно будет тоже в последнем туре хотя бы 1-1 сыграть, и уже все хорошо, все здорово. А для Нави это как раз-таки шанс зацепиться за верхнюю сетку, выиграв 2-0. Поэтому этот матч, можно сказать, чуть ли не самый главный вообще для этих команд. Да, дело в том, что как раз-таки этот матч, можно сказать, за 4 очка. Ты забираешь 2 очка себе и отбираешь 2 очка у Винкс. Это неимоверно важно. Да вот эта карта еще очень важна. Эта первая карта, она всегда... Для морали. Да, она может поломать и одну, и вторую команду. Потому что ты такой сидел, полночи готовился. Китайцы тоже не роботы. Придумал себе распик там, да, драфт. Знаешь, вот мы отдадим Виспо Санкинга, сделаем так, сделаем так. И потом хлоп, провалилась стратегия. Что делать? Придется банить, импровизировать там уже. Ну, эти Виспо Санкинга. Отдавать на первую карту. Да, все готовятся всегда на первую карту. Отдавать, возможно, там, Урсу ту же. Ошибиться в банах можно потом на второй карте. Ты не можешь подготовиться сразу к Best of 3, потому что вторая игра будет, например, сразу... Ну, в данном случае Best of 2. Вторая игра будет абсолютно разная, и ты уже от первой будешь отталкиваться, когда будешь вторую проводить. Акса забанили, Дазла взяли, Винкс. Такие дела. Тоже, может быть, хотят какого-то Хускара. Ну, Нави своя стандартная дота. Они в дефолт играют. И Нави 100% хотят Хускара. Мне очень интересно, кто здесь возьмет Хускара. Потому что Винкс так-то тоже могут взять Хускара. У Нави пока нечем его пробивать. Здесь Хускар очень хорош против этих трех героев. Я прямо сейчас его забирал бы, на самом деле. Согласен полностью. Не, ну, может, там, как Винкс доберутся до какого-то Чаус Найта и хотят его тоже. У Винкс есть и Дазл на подсейв Хускару. И, да, верхние три мало что делают. Там преимущественно магический прокаст пока что у Нави. И вот эти вот крипы, они Хускара пробить не смогут. Ну, у Нави пока преимущественно только эпицентр из прокаста. А так диспетчеран — это просто герой поддержки. То есть даже не прокаст. Крипы, хил. Демеджи особо не наносят. Но в то же время это два героя поддержки, которые особо Хускара и сдерживать не могут. Это вот просто еда для него, можно так сказать. Эти герои, они вдвоем, я бы сказал, ни одного героя сдерживать не могут. Вот только баунти-хантер. Под виспа всегда можно что-то интересное взять, какую-то ту же жесткую демерзию. Сларк. Например, сейчас для Нави неплохо. Сларк, ту же Урса, хорошо заходит всегда. На теномовспиде просто раскатать. У Нави пока на самом деле выглядит повариативнее, посимпатичнее. То есть... Да, и у них как раз таки будет этот закрывающий пик во второй стадии, когда все уже примерно будет понятно у Винкс. Нави смогут подстроиться и взять нужного героя под виспа или нужного им мидера. Ну, под виспа, как он вчера, мы недавно говорили про контру, забирает Хускара, там сразу, мне кажется, ЦК залетит. Мне кажется, будет отличный просто пик. А там три варианта. Там ЦК, Урса и Сларк. Они все весьма хороши. Сларк может быстрый Сильвередж собрать. Урса просто съедает, ЦК тоже с одного рифта убивает. Винкс пока берут себе Лайфстилера, видимо, против Чена. Ну, тоже неприятный такой герой. И против Хускара тоже, в принципе, неплох по игре. Что примечательно, Нави не побоялись взять своего Чена, когда у противника уже есть Баунти Хантер. И от этого противостояния будет зависеть, я думаю, вообще весь Ирлигейм здесь. Ротстайлу только интереснее играть, когда против него еще в лесу кто-то бегает. У Нави, скорее всего, будет какой-то Сларк, Хускар, что-то такое. И в оффлейн, скорее всего, генералу возьмут Миран Забанина, что там Бэтрайдер все еще в пуля. И у Винкса от него сейва нет никакого. Ну, Грейф это не сейв от Хускара. Ой, от Хускара, от Бэтрайдера. Тебя вывозят, и ты проиграешь позицию в драке. Можно. Мне больше нравится какой-то вот реально, даже сейчас, даже Чаус, Свен, там, Сларк, такое. Можно сейчас разорку вот на Бэтрайдер. Хускар. Хускар сами забирают. Если вы не хотите Хускара, то мы возьмем Хускара. Хускар идет к нам. Говорю, я ожидал, что четвертым пиком кто-то возьмет. Мне было интересно только, кто быстрее это сделает. Винкс отдали ход, и Нави воспользовались. Тимбер остался в пуле, и на самом деле и против той, и против той команды он смотрится пока очень даже неплохо. То есть у Винкс три милишника и дазл. У Нави мало дэмэджа, то есть один Хускар, который может только его выиграть. Главное, чтобы Хускар, у него был хороший старт. Потому что какая проблема у Хускара? С такими суппортами всегда хороший старт. Да, какая главная проблема у Хускара? Если он не формирует себе вот этот быстрый армлет, там, какой-то до, не знаю, 9-8 минуты, чтобы он быстренько прям появился. Забанили Вайпера. То у него потом очень трудно на разгон. Почему-то я был уверен, что Винкс возьмут Вайпера против Хускара, как они это делали. Как раз они сделали это в одном из матчей открытия в первый день. Нави сами могли себе Вайпера взять. Тоже был бы неплохой пик. А Нави взяли себе Разума. Вот, этого тоже героя хотел. Я думал, что они могут его. Хотел предложить ему на четвертый пик, а потом уже выбрать героя Квиспу. Ну, типа, посмотреть. Ну, теперь тимберы какие-то мне уже не нравятся. Тикер в бане, у Мирана в бане. Винкс, на самом деле, с мидером сложно здесь определиться. Я прям не вижу какого-то идеального героя. Против Фрейзера уже чего-то трудно что-либо поставить. Нет инфест-бомбы вообще у Винкс. То есть просто так Лайфсиллер сейчас присутствует. Пик Нави хорош. Хорош. Да, Нави должны здесь прям задавить, в моем понимании. И просто минут за 20, как они это умеют, пойти и закончить. У Винкса как раз на этой стадии, когда вот на тебя будет идти эта вся гапша с ченом. Нет ничего. Будет Хускар с армлет, пуша. Драться вообще нечем. Нет вообще АОЕ. Есть только рор. Вот, это китайский от пуш, который вчера сработал, кстати. Ну, сработал, но все равно проиграли. Ну, это уже, извините. Ну, это уже другое. Они уже потом закинули. Главное, что он отпушил. Скрестим пальчики. Будем болеть за ребят из команды Нави. Нави. Действительно так. Нави. Начинается первая карта сегодняшнего игрового дня. Na'то с Винксера играют против Винкс Гейминг. Комментируют для этого. Для этого. Господи, да что ж такое. Комментируют. Вилат и Лайт оф Хэвен. Вам слово, ребят. Спасибо огромное, Иван. Ну, что же, мы возвращаемся с вами на третий день группового этапа The International. Господа, и это один из самых важных дней вообще, наверное, в истории, например, команды Нави. И, наверное, СНГ-шного киберспорта. В целом, с вами Вилат и Лост. И мы смотрим за первым матчем сегодняшнего дня. Нави против Винкс. Данное коллективо хорошо тебя продемонстрировало в первые два дня, где они показали замечательную игру. Особенно это касается Винкс. Команда, которая умудрилась удивить нас паджиком, да и еще большим количеством героев. Ой, Дим, как она нас удивила паджиком. Не, ну было весело. И таких наполучали. Ух, от соперника своего от ЕГЭ. Ну, вообще, да, ты права, не удивляет. Да, ну и, в свою очередь, команда Нави. Команда Нави, которая приехала на этот турнир, которая подумала, что те стратегии, которые она использовала на Старладере, они якобы сработают, резко получила пощечину и была вынуждена придумывать что-то новое. Да, и на ходу действительно сложно было Нави. В конце первого дня, в начале второго дня случился такой себе тильт у них. И вот совсем не получалось ничего. О, но в итоге, в итоге Нави более-менее получили заряд энергии вчера в матче против LGD, который они выиграли. И в этой игре мы видим, что им отдают Виспа, им отдают Хускара, им отдают Сен Кинга. Это герои Сен Кинг, против них был Ваня, по-моему, вообще во всех матчах. Вот просто во всех. Но Уинкс решили, наверное, что решили Уинкс? Ну, Уинкс решили то, что они смогут законтрить, как с Windows хотел законтрить. Мипаря? О-о-о, господин контрящий, этот умеет. Ну что же, Shadow. Shadow у нас играет на Lifestealer. Блинк будет играть на Алхимике. Faith Beyond будет играть на Beastмастере. Ice Ice на Dazzle. Y на Bounty Hunter. Ну и Санейка, собственно, на Виспе. Чен на Artstyle. Разор, Дэнди. Ветера Хускар и Генерал на Сен Кинге. Ну, давайте смотреть, что из этого получится в итоге. Дэнди на Разоре. Это уже очень интересно. Ну, Дэнди на Разоре, да, это действительно интересно. Это его любимый герой, в кавычках. Очень любимый. Не очень. Я помню, в старые времена он там просто плакал, когда ему ее давали еще больше, чем Драгонайта. Ну, и два любимых героя, да. Драгонайт и Разор. Ну, сейчас Нави стараются просто прочекать, какие же линии есть у врагов. Мы все прекрасно понимаем, что Разор — это герой, который свою линию может заунить один на один. И чтобы у Разора было много возможностей, ставят его на легкую. И на легкую он, по идее, в мясо уничтожит Beastmaster один на один. В это время уже всем привычная линия Husqvar с виспом направляется в мид. Нави очень любит подобный расклад, когда они ставят Husqvar на стопроцентную линию, где он сможет нафармить. И в данном случае можно сказать, что это была бы хорошая затея, если бы не алхимик в миде, который вот так вот приходит, кидает эсид спрей. И что хотите, то и делайте. Ну это знаешь, а ты вот и можешь харасить, сколько тебе влезет, но как бы айсайз на дадзле, который постоянно вот здесь будет тасоваться, он не даст особо расхарасить алхимика. И, ну, это проблема. Ну, я бы сказал то, что в былые времена против алхимика никто не ставил дабло в мид, потому что алхимик, ну, слишком хорошо стоит даже против даблы. Если стоит один герой, и ты кастуешь эсид спрей, там один герой огребают, то в данном случае получают по лицу и Husqvar, и Wisp. Ну, что-то типа того. Очень интересно, конечно, как тут у Вити будут идти дела. Генерал, у которого сегодня день рождения, с чем мы его поздравляем. И будем надеяться, что подарит ему команда, да и он сам себе в этот хороший день отличный подарок. Потому что день рождения должен быть светлым праздником, и мы очень надеемся, что сегодня у Нави будет повод попраздновать день рождения. Он убил Асера. Бах. Бах. Вот так просто. Вот оно, вот оно, вот оно. С днем рождения, Витя, можно сказать одно. Генерал, отличное начало, First Blood 1-0 в пользу Нави. Как так? Почему настолько беспречно сыграл? Что он делает вообще, а? Ты посмотри, просто посмотри, что творит вообще. Ну, просто проблемы, кстати, могут быть, если у него уже за Вариор, поэтому, наверное, отгонят он на СС. Просто так его убить не смогут, ну. Ну, пока тотальный овныш на этой линии происходит. Напомним, почему очень многие боялись Санкинга от Нави, потому что Нави могут с ним микрить, так как приходят они в харду с Ченом и уничтожают, причем что Дазла, что того же Лайс Тилера. Слушай, надо зажимать Лайс Тилера, но, правда, он там отпевается сейчас фласочкой, можно постараться все-таки здесь его еще раз поискать. Но посмотрим, получится ли. Посмотрим, мне кажется, что вряд ли они туда сейчас побегут, хотя есть ТП, есть ТП, надо быть осторожным. Это Айс Айс опять прилетает сюда, генерал, генерала нету, маны сейчас, нет, к сожалению, есть мана у него на подкоп, к сожалению, сказал я, потому что если есть мана, значит, наверное, генерал пойдет драться. Но это было рискованно, и все, они прекрасно понимают, отходят отсюда. Браво, 2-0, хорошо, очень хорошо начали в сложной наве. С Санкинга одного ни в коем случае оставлять нельзя, если этот герой будет стоять с милишником один на один, то за счет своей пассивочки, которую он очень сильно начинает харасить, замечательно пушит линию, он уничтожит почти любого милишника, и в данном случае с этим шутить нельзя. Так, Артстайл очень битый, надо уходить отсюда Ваня, но тут мы видим, прилетает Санейка, кстати, проблемы могут быть у Шедова, здесь, конечно, есть Вай, если что он подрежет, но и проблемы у Шедова продолжаются, есть смерть у Артстайла, но вот еще есть подсейв Ваня. Очень нагло шел, он не знал, что здесь будет сейчас Вай на Баунти Хантере, ну и, конечно, немножко занаглел. Генерал, генерал до конца, он хочет убить Шедова, проклиг генерала, достает он под комп сейчас, да, Исайз, Исайз погибает, боже, как же они овнят на этой линии, кстати, надо дальше взрывать крипову, Вай очень битый, надо ему отойти, неужели не добьет генерала, не добивается, Нейка его выхиливает, боже, что они вообще творят? Дима, это что, это третий интернешнл, первая игра гранд-финала, когда под этим Т1 Тауэром, ты помнишь, вот этот трэш происходил, когда там вот этот алхимик бегал, не понимал вообще, что происходит. У нас третья минута игры, они давят, давят и давят. Лучше, 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 лучше решение против Баунти Хантера, все мы прекрасно понимаем, что Баунти Хантер это замечательная, это самая настоящая проблема в начале игры, которая заставляет вас раскошеливаться на центре, которая напрягает ваш мид, может пойти в легкую и тоже там некоторых делов натворить, но здесь все меняется кардинально, и Баунти Хантер, он сейчас старается помочь снизу, но в противостоянии 3а3 он абсолютно бесполезен. И получает в щи. Только что в миде была довольно интересная ситуация, пытались напасть на алхимика, а напали на алхимика Дитяра и Санейка, Айсайс выбежал навстречу, фуловый Дазл, начал бить Дитяра, он его не добил и просто забил на своего алхимика, который сгорел, сгорел от стыда, что на него забил его Дазл, это, конечно, очень неприятная ситуация. И, боже, как же овнет сейчас Нави на всех линиях, что самое главное у Дэнди 25, 26 на 17 какой-то зоблачный крипстат Фейзбьяна, поймали, Фейзбьяна копает генерал, здесь же куча крипов Арстайл, не должны сейчас генералам отпускать здесь Фейзбьяна, ни в коем случае Уай пытается что-то сделать, это еще один фраг генерал успеет, генерал, юзай, стик и генерал, неужели выживет генерал, выживает, и Айсайс его, конечно, добьет, но Витя выкапывает и нейтралы, его могут забрать, нет, все-таки Дазл забрал, но все равно 2 в 1, что творят Нави, как же агрессивно они играют, и нужно продолжать, нужно продолжать, самое главное, покажите на верх линию, там стоит Дэнди, говорит, пацаны, мне скучно, мне скучно, я бью крипов, надо еще кого-то побить, вау, Дэнди 4 раза играл, короночка, казарной туз, один раз здесь на Интернешнле против ТНС, эту игру я не смотрел, но вау, вау, начало, я вот такого не ожидал, да, Леня продолжает расти, слушай, а Айсайс они сейчас могут тоже убить, он не успеет ничего сделать, шедо очень битый, шедо пытается вгрызться в Арстайла, Арстайл на развороте, проблемы могут быть у Шедо, у Генерала будет еще один подкоп, Арстайлу тычинскую надо последнюю дать, Генерал, Генерал до конца успеет ли копнуть, Генерал, Витя, 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 отличная игра, отличная игра, даблкил, Генерал, и это уже 8-2 на пятой минуте, но я, Дим, переживаю, вчера против Альянс на первой карте было точно так же. Да, но здесь, я думаю, будет все намного проще, здесь у Нави хороший пик, невероятный пуш потенциал, здесь они могут забирать Рошанов довольно-таки быстро, и поэтому Викс уже что-то придумать, но что же ты придумаешь против Чена, который прет на тебя с двумя крипами, у каждого крипа огромное количество ХП, они начинают тебе бить лицо, а у тебя нет ни одного героя, который может с этими крипами справиться. В итоге, по факту, три линии проиграно, потому что в миде убили Алхимика, из-за того, что не доглядел его Дадзор, который пытался помочь на низу, Генерал уже пять фрагов имеет, это пятая минута, и они забирают Тавр, а вот теперь мы возвращаемся к Старладеру, к победному для Нави, и к тому, что они этого Сенкинга показали там, и именно поэтому этот Сенкинг был постоянно в бане, вот если бы они его тогда не показали, я уверен, что у Нави сейчас была бы стата не 4-6, а 8-2. Ну, вообще, мы говорили с Нави, я им говорил, что вообще, как бы, то, что все происходит в группах, можно поиграть все матчи, после этого ты выходишь в плей-офф, и там показываешь всех своих героев, которыми ты умеешь играть. В прошлом году у нас чудесная команда Вичи Гейминг, и из лузеров добралась до топ-4 Интернешнл. Да, ну вот сейчас посмотрим, как пойдут дальше. Графики, конечно, просто ужасает, продолжается давление у нас на сложную линию, у Лайфстилера, у Инд Лейз, у него даже тапка нету, то есть, как бы, ничего не можешь сделать. И вот он баунтикайтер против Трипны, то, о чем ты говорил, он 4-й левел, и у него тоже нет тапка, ну, а что он может сделать? Он ничего не может сделать. Там 6-й левел уже у Генерала, там у Артстайла тоже все очень, 7-й уже левел у Генерала, простите, извините. Ну и что делать? Вот что в такой ситуации делать? Вчетвером сюда смещаться, пытаться задавить тут на Нави, поймать их на ошибки, не продолжать толкать линию. Ну и там пытаться на Артстайла, напали. Генерал не копает, он ждет момента, он ждет момента, он ждет момента, пока вскринится Баунтихантер, вот он Баунтихантер, тут же спрятался, просветки нет, и уйдут просто Нави. Нави успокоились, дальше ни в коем случае не стоит давить, лучше немножечко подождать, когда Хускар купит себе армлет, и после этого можно будет пойти и играть намного увереннее, потому что в таком случае уже все члены команды смогут помочь. И сейчас очень тонкий момент, что как бы мы знаем, как киллы важны, мы знаем, как хорошо Нави умеет набирать преимущество, но ни в коем случае пить нельзя, потому что это преимущество очень легко отыгрывается, буквально за пару минусов. Да, ну что же, Санейка перетягивается тоже на нижнюю линию, очень вовремя он в прошлый раз подошел, и у него очень хорошо получилось, потому что вы помните, закончилось это двумя фрагами и очень хорошим подсейвом, так что надо продолжать здесь Агвару помогать своим тиммейтам, ну и понятное дело, вот он уже раскрутился, знает Айсайз, что рядом уже есть Агвар, и пять героев Уинкс на этой линии, пять. Надо уходить, Арстайль скорее всего погиб, да, Арстайль слишком далеко зашел, на него еще и наорали, это минус Арстайль, генерал копает двоих, пытается уйти через песочек, генерал, ну и проблемы могут быть у генерала, рядом есть Санейк, у него не особо много маны, считается он генерала, ну и здесь должен быть фраг еще один Агвар, хотя у него подкоп скоро будет еще один, он копает дальше Айсай, пытается уйти уже в пятером, просто погоня за генералом, бис будет ли помогать ему через Тезар еще раз, но уже, наверное, не имеет смысла, да, и генерал здесь погибает. В пятером такие пришли Уинксы и убили, ну за такую наглость, как творили сейчас Ваня и Витя, ну их надо наказывать, ну в пятером. Ну с подобными вылазками пора заканчивать, 1800 голды зарабатывает Уинкс, 1300 экспы, и если они еще пару подобных киллов сделают, то они полностью вернутся в эту игру, поэтому на месте Na'Vi нужно начинать играть Доту 5. Понятно то, что хочется, ну, различных втроем, хочется немножко запысить для того же Хускара, но, по-моему, у них сейчас все настолько хорошо, что можно просто идти и забирать сетвора, которые у Винкс имеются. У Дэнди, вы посмотрите на то, что у него в бэкпаке, у Дэнди есть уже Дрэгонлендс, у Дэнди есть уже ПТ, у Дэнди 300 голды, то есть у него 4500 нетворца, это в два раза больше, чем у Лайфстилера, который только-только Фейзи забрал. Ну и действительно, прыгает в миде, дитя Ра, на Уайа, под Вардом, отличный трак, отлично, четко, и вот начинает у нас еще и вот этот товарищ отрабатывать, мы про него на некоторое время забыли, потому что экшен был на нижней линии, но это же Хусик, это же Хусик, который будет ломать здесь Ого-го, да, там есть Даззл, который как бы будет сейвить, казалось бы, да, там, кажется, есть чем убивать Хускара, да, Алхимик, Лайфстилер, есть чем останавливать его, тот же Бестмастер, но, в общем, проблема будет, конечно, очень серьезная для команды Уинкс, вот этот вот товарищ. Да, вот, наконец-то, они делают то, что мы им предлагали, это собираются втроем, в четвером, в пятером, потому что ждать в данном случае, ну, ни в коем случае нельзя, в игре имеется Алхимик, и мы понимаем, как быстро он может нафармить, если отпустить его буквально на пару минут, там уже будет не за горами Родианс, и сейчас нужно на эти вышки надавить и после этого поставить в Ордой вражеский лес. Да, действительно, Т1, 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 два варда, заход на Рошана, потом серия Т2 товаров, и если до момента пока, ой-ой-ой, там проблемы, кстати, у дитера, хотя нет, дитера живой, он разворачивается, это минус Y, проблему Y-сайза, пытается Грейна себя повесить, он скорее всего здесь по гейме, да, процентов можно забить на него, он уже догорит, так что Дэнди пытается за ней просто пожарить, чтобы их свой получил, Дэнди, первый выход, первое появление в игре, даблкил, отлично, Данила, все правильно, все хорошо, Алхимик, даже Армлета нет, Димон, десятая минута, у него даже нет Армлета. Да, пускай хорошо стоит против него в миде, один на один, да, подходишь, получаешь пару копий, и... Ну, там, ну, когда он первый раз умер, ну, это такой нонсенс, когда Даззл выбегает и говорит, я сейчас вас вот эту даблу развалю, и забивает просто на своего Алхимика, не дает, фуловый Даззл, не дает ни хил, ни грейм, ничего, я не помню, какой у него был левел, но я сомневаюсь, что у него не было ни хила, ни гревая, если не было, конечно, ни хила, ни гревая, на тот момент, то, ну, фори, тогда вообще, пока, здесь никаких к этому Даззлу нету. Ну, и Нави, в свою очередь, забирает Рошана, готовы выдвигаться понизу, как если посмотреть на лайнап Винкс, то у них такого суперспидпушера нет, есть Алхимик, есть Лайстиллер, но пока у них очень мало дэмэджа по тверам, и как они будут выкарабкиваться в данной ситуации, непонятно, решили пойти смок-атаку. Прохладная история. Они сейчас будут драться 5 на 5, если сейчас тпшится Дэнди на низ, если он подходит к своим, то в данном случае... Знаешь, они могут поймать Дэнди, они могут поймать Дэнди, если сейчас правильно провернуть, если Дэнди остановится, да, они поймали Дэнди, это минус Дэнди. Ну, ошибка от Данилы. Это единственный шанс, как могут выиграть Винкс, это просто идем к пятерам. Ну, а здесь, здесь, здесь команда Нави не будет ответочку давать, Фейт Биана подсевили, надо копать генералу, желательно двоих копает он Айсайса, Фейт Биан здесь скорее всего погибнет. Двоих копает генерал, он двоих копает, и один, и второй погибает, там проблема у Фейт Биана, Фейт Биан тоже погибнет, и минус 3, отличная ответка, с одного просто релокейта забирает троих Нави в ответочку за Даню. Ну, и видишь, ты был прав, что это ошибка, если они вот так будут оставлять по одному, ну, если они вот так вот будут отвечать на каждый вырыв, то, в принципе, все хорошо. Ну, вообще, размен плюс для Нави, ну, небольшой. Да, по XP даже плюс для Уинкс, 3 в 1. И, ну, снизу Дитяра забирает Т2-вышку. И Алхимик живет, Алхимик продолжает свой Ant Wars набирать, наконец-то он понял то, что ему лучше всего не драться, ему ни в коем случае не нужно подходить, дефить свою базу, просто включаешь режим Отшельника и уходишь в армиссию Рейтинс. Пока драться не надо. Дитяра стоит здесь, у него до сих пор нету шестого левела, он до сих пор, в принципе, пользы особо много не приносит. Ну, и это уже пятая вышка в активе Нави. Уинкс даже думать пока про товара не могут, там те времена топе могут быть проблемы у Шедоа, нет, они пошли на него, и пошли на него, и, наверное, правильно сделали здесь Нави, что они побежали на него. Ну, вот, вот, что делать, Винкс, непонятно, Нави со всех сторон, Нави включили бы этих самых Нави, которые просто-напросто давят, давят по всеми, герои у них просто отличные для этого, и как же отыграл Витя. Я уверен, что после этой игры точно мы сегодня увидим трижды в бане Сенкинга, ну, и до этого видели миллион раз, Нави уже не переживает на эту тему, и вот он, Блинкдаггер, 12-ая минута. Это не просто Блинкдаггер, там уже и барабаны готовы, и Соул Ринг, и Транквилт Тапки, они на хайграунд пойдут, сейчас 14-ая минута, Ви пошел на них, не особо переживает Нави, хотя, наверное, стоило бы подождать. Витя готов уже врываться, только нужно ему целей показать несколько для того, чтобы он копнул, но пока он только крипов убивает на мид-линии. Ну и здесь заходит Дэнди, заходит Дэнди, заходит вместе с ним Дитяра, кастуется здесь Торнадо, подойти довольно тяжело, Шэдоу, этот лайфстиль даже маленьких скелетиков убивает с трудами. Слушай, это минус Т3. Это минус Бараки. Есть Глиф, ну вот, конечно, не уходить, они понимают, насколько слабые сейчас Минксы, они ничего не могут сделать, но вот то, что трек появился и полетели Тосы, это, кстати, может быть плюсом. Но у Алхимика по-прежнему ни черта нету, абсолютно ничего нету. Ну и Дитяра, сейчас бить Барак. Бить спокойненько, спокойненько вместе с Дэнди, если будут Минкс навязывать драку, принимать Шэдоу, Шэдоу, нарывается на Дитяра, тут же у нас видит Шэдоу, минус. Отлично, есть под Хилл, конечно, Шэдоу залезает в Блинка, выживает, Бараки продолжают страдать, трек висит на Дитяра, забрали Бараки, забрать второй, забрать второй. Один Барак не оставлять ни в коем случае, вот так вот Дитяра, стой спокойненько и бей, рядом есть Санейка, Санейка Моны не особо много, но его, если что, ему, если что, подзальют. Ну и Фейзбьян бегает, получает раз, два, три стрелы, очень больно ему, треки полетели, полетели Тосы, Дитяра, Дитяра и бежать, и бежать. Дэнди защищает Дитяра, Дитяра играет Армлетом, и Релокейт на базу сейчас от Санейка, или не на базу, на базу, на базу. Это идеально, Дим. Замечательная выдержка от Дитяра, он ни разу не прыгнул, он стоял бил эту базу, он ни разу не прыгнул ни одного героя, потому что это была, наверное, единственная возможность для Винс, хоть как-то совершить камбэк, заманить их поближе на фонтан, но Нави не так просты, они не даются. Нави не делают тех ошибок, которые вчера у нас сделали некоторые игроки. Ой, Shadow, Shadow, сейчас закончится рейдж, вот прыгает у нас Дитяра, начинает бить Shadow, Shadow, конечно же подсейвит, но в любом случае у него будут огромные проблемы. Ice, Ice тоже проседает за сейвел он Shadow, ну и заходит на Т3 сейчас Нави, сейчас будет очередной лайфбрейк у Дитяра. От того, что Винк стоит лучше, лучше не будет, у них нечем спамить, все, что у них есть, это тучка от Алхимика и топоры бисмастера первого левела, все, как будто они стоят, смотри, как Эхтавер умирает, бараки падают, и лучше им от этого не становится. Нужно идти улыбь, нужно просто идти улыбь. Пусть уже OG думает, что им делать. Но Сент-Кинга жаль. Сент-Кинга забейнет. Сент-Кинга следующих три игры мы будем видеть в бане. И это факт. Да. У меня нет слов. Это прям вот идеальная исполненная стратегия, идеально сыгранная игра и практически ни одной ошибки. Вот ошибка была один раз, когда они слишком далеко задержались, помню, когда их двоих убили. Когда Ваня уже стоял, просто ломал Т2 на шестой минуте Ченом. Ну, я знаю, он это любит исторически. Ой, не перехвалить бы.